надеюсь у меня в штаны и взрывчатку не засунут ну что по чайку они сказали чтобы мы доставили того третьего живым пойдемте сэр пойдемте я думаю смотрите вам ведь тоже интересно посмотреть что умеет это ну да зажигательная смесь он хотела на ее в тюрьму лучше уж мы тогда взяли и там у нас большую надо кстати если вы будете строим же это все что еще раз так грим хай гром если случайно что-то произойдет это все это если это произойдет тут сделают в колпаке мне плевать а его хоть кто-то любит вашей может быть джим я не знаю какие у них отношения не спрашивала не осуждаю но если он знает о причина его задница господь одобряю одобряем все верно каждый олен выбирать конечно конечно да он был крайне убедителен за 15 секунд этому человеку правда можно верить он классный мужик сразу видно ставится на вот сами теперь твоя очередь она же про меня говорили я приятное состояние да 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 уколит шпилькой давайте всем надо зрелищем шляпочек валяется это моя не страшно потом выберу через это проходит мистер хайза правда наше общение смотри становись вот к этому дереву потом решится собрать уверенно что рядом с городом это хорошая идея как даже веселее думаю что они как-то среагирует на то что я делаю я уверен что на камне тоже замечательно дерево ладно извините взял тогда к тому дереву представлению потому что люди в этом городе крайне и любят когда на боли то делает вы идите вот сюда становись вот так спина отберет смотрите а то сейчас зависимости от ответа аннабелли у нее может у них спрашиваю чего они взяли что рвут это запугать местных и отвести другие банды но это заявил джим если бы я их грабила я бы молча программа и пресса не согласна а процент от объединяет немного другие цели а мне нравятся эти люди с с с с с у нас немного разные подходы я люблю больше убивать и он болтать своим длинным языком сколько же у нее на живут ты видел нашу кровать так в этот момент у меня дропнулся стрим и я перезаходил поэтому часть рп я пропустил говорю стихами ну в общем да поехали дальше кто из вас лишний ну что что я наверно слушаешь я бриттин слушай смотри такой вопрос вот приезжайте вы четвером в анхор а уехать может всего лишь трое кого бы ты выбрал знаете мы сегодня спрашивали то же самое тех чуваков которые мы поймали как забавно я это у всех спрашиваю не переживай каждый из них ответил что они то есть каждый ответ ответил про себя я сделаю так же я должен уста я могу остаться так сардинка можно чуть-чуть развернутый ответ или тоже быстрый сначала быстро потом развернуты 3 скорее всего себя если покормит слушай так я тоже самое я только из мяча на под подождите я серьезно я сейчас очень голоден даже мог бы смекалочку проявить хоть он придумал бы я смотрю вы все это тубнее чем я в арке чего ты это взял слушай рыбка мне нравится твой костюм мне он тоже нравится ты прям как будто из модного дома вышел я кстати в сэндоне жил я раньше актером подрабатывал но по твоей смекалке видно достаточно изобретательная личность а вот если бы я посмотрел на земляка то подумал то что это какой-то дровосек из струбери честное слово да он еще тот все дровосек да раскалываю так сказать эти не поление как они там называются но поление короче неважно вообще раньше на заводе работал на фабрике помогал еще отцу железнодорожнику поэтому неудивительно что ты меня таким видишь ну оно и понятно мне у вас арестократов не понят каких арестократов но извините я не виноват что я родился с серебряной ложечкой в заднице к счастью я отказался и от своего имени и от всего наследства тут полностью поддерживаю рождение в хорошей семье не значит что у меня хорошая жизнь горячий мой отец насиловал мою мать и довел ее до суицида это называется брак дорогая нет это не называется брак он потом последующих всех своих жен доводил до суицида надеюсь когда нибудь эта тварь сдохнет рано или поздно вас ждет точно такое же да а он богат и у него как бы много денег да что ж его не прикончить то надо бы произойдет тот же нас случайно не изнасилуют здесь ну что вилкой в жопу изнасиловать мистер хайс уже погиб насиловать вас некому что так хайс насиловал твои друзья уже спросил теперь спрашиваю тебя стоп секунду кто кого хайс насиловал да никого это была шутка о том что ладно неважно спрашиваю тебя почему вы назвали рульд своим эх чтобы больше там никто не был кроме никого не было из банд кроме нашей кроме вашей хорошо а мы как бы работаем на ванхорн да почему вы перед этим не заявили вернее не сказали нам даже о том что вы решили объявить город своим если бы я знал что этот город ваш я бы сказал а я не знал даже не поделился с нами а с кем мне делиться вы ты говоришь работаете на ванхорн и при этом никому ничего не сказали джек мистер мы после провала с лошадьми около недели сюда нас не вызывали мы не общались ни с кем поэтому как я мог бы кого-то спросить скажите как я бы еще об этом могу подумать так же как сегодня приехать и мы с леоней приехали когда нас назвали ваши имена вот это и что-то правда чистая это да пойду себе возьму бурбона мне скучно чайочек лучше заводы хорошенького от плохих примет си это правда интересный у вас подбор компаньонов а вы мемы из Испании я из Мексики а из Мексики скучно мой отец осе гарсия был грозой среди банд в Мексике он был убит близкими прикольно красивая история у вас хорошие корни а я рыбу не роботах и так ты джинь прайлер да я голубь блять я серьезно сейчас спрашиваю джинь 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 ты лари прайс да к вашему слову лари прайс ты мне одновременно капец как не нравишься и нравишься спасибо спасибо мне все так говорят так еще раз повторю карло я зовут карло гарсия карло просто карло извини я не могу запомнить так что ж друзья мои со старинами я также хочу познакомиться смекает тех чему это ты нет не так как с вами я думаю вы сами расскажете то то что умеют как минимум трое из он хорна а да я не показал что я умею знаете сейчас просто это будет слегка неудобно вы знаете что недавно случилось как недавно сравнительно недавно с валентайном без понятия да чё там слухи ходили что его нахер все же сожгли там все агла сожгли половину взорвали и полностью всех перебили как жителей это видимо ваше дело слушай а вот ты мне все больше и больше нравишься я я думаю смекаете к чему я это был вопрос я догадываюсь но не скажу сей сей мы смекаем не не лари можешь говорить здесь все свои хех но если бы была моя воля бы я бы был бы главный я бы уже бы пошел бы и сжег Роудс нет Роудс не надо жечь слушай джима он постоянно хочет всех убить все сжечь ты вы держите его везде а иначе придется нам да она была он мне нравится как можешь вам не говори об этом не в этом плане так а вы все лари доверяете сразу такой вопрос да конечно посмотри на него в доверии вопросов нет в его глупых поступках есть не совершай глупых поступков да хорошо я постараюсь что ж на этом я думаю знакомство можно понемногу уже заканчивать и объясняю такую вещь с теми кто по всей видимости спизданул чего лишнего мы сами разберемся благо двое из них сейчас у нас и так отлично а может скажем им третьего привести нам ну да его бы вернуть и разобраться нам бы тоже с ним поговорить а вы его где-то спрятали не хочу искать его дальше мы не прятали мы поставили его где-то в чей Роудс ваш наш в ближайшее время если кто-то из этих троих выживет они займутся выборами нового шерифа а если не займутся ну если не выживут тогда не займутся тогда займется кто-то другой мне плевать и я хочу чтобы вы задержку не ставь блять не перебивай извини продолжай джек и я хочу чтобы вы поддержали одного из кандидатов имя которого я назову ближайшие дни как только начнутся выборы я один из кандидатов ну знаешь когда кандидат поддержит другого кандидата у второго кандидата будет больше возможностей замечательно то есть ты уже работал в эту сторону чтобы помочь нам помочь и все правильно сделать верно да замечательно ты мне тоже начинаешь нравиться тут их ты мне и так нравишься так это первое второе вам известно что это про семью шоу нет кто-то кто такие важные шишки которые занимать всякие посты там судья и так далее и тому подобное ну не суть половина из них дохлые однако в ближайшее время мне понадобятся люди которые избавятся от остальных братьев шоу у вас есть кто-то кто хорошо владеет оружием и готова убивать ларь я знаю ты готов все готовы мы перед вами замечательно почему вы сразу ко мне не пришли мне приходилось работать с ёбанными дилетантами потому что мы не справились с лошадьми да так вот мы как сказать вот если предложили свою хандитатуру таки мы перебивали половину этого фермеров половина охраны на а а алига холл алига холл алига холл может видите потом меня друзья домой сам да есть держи да он может к Бонне в конюшню хотя бы я его довезу чтобы проведи его к Бонне все Ларри довезет спасибо хорошо на следующий день римус 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 слезай задумался видимо наверное да загорался угу плечо болит а ты же не в курсе а что там произошло с тим плечом мы теперь братья-близнецы сестры и братья угу по несчастью да вчера мы ездили в анхорн рассказать что мы что вот эти вот их трое сдали их оказывается эти трое работали на них они хозяин этого анхорна джек их нанял специально джек блин нас чуть не убили не знаю какой-то джек в меня кидали ножи ё-моё ранили в плечо ээээ римус дрался против мужика с мачете ээээ ларри засовывали взрывчатку в карманы и заставляли что-то отвечать его наверное не стоило туда ехать наверное да но как бы это сказать то что сделано то сделано вот они хозяева роутс получается и эти двое которых мы отпустили уже раньше нас туда к ним приехали и сказали что ну в общем все рассказали они притки ублюдки да теперь они хотят познакомиться с еще четырьмя людьми которые у нас из нашей банды то есть с тобой с ваном с джинни и с дуглем надеюсь мне штаны взрывчатку не засунут ну вроде как они сказали что такое представление они больше не будут устраивать просто хотят посмотреть на вас поэтому сейчас там у нас страшновато ну да страшновато ну откуда было знать что они там какие-то хозяева там что у них подписано ну вот да они сказали что почему почему вы назвали себя хозяевами я сказал так я не знал что вы хозяева почему они сказали нам так приехали бы спросили я говорю ну вы нас не вызывали неделю после того как мы облажались с лошадьми ну охренеть теперь это насчет каждого города теперь нужно спрашивать ну получается да ну насрать нам никто не запрещал грабить поэтому у нас есть ключики вот сейфа в шерифском офисе вытащить бы оттуда все неплохой улов надо надо вытащить нам оттуда все и потом пусть заказывают что это мой а еще не сказали найти ника третьего из той тройки потому что мы им не сказали что его убили убил лари да уж все дерьмове и дерьмове так сказать ситуация да нет они сказали что вы готовы с нами сотрудничать как они узнали что нас восемь они это сразу так сказать смягчились ну что ж надеюсь что все обойдется и все нормально будет там какая-то ложь что-то там не раскроется ну я думаю сказать им что мы поехали поискали и люди сказали что похожий человек ехал куда-нибудь в сторону там Мексики и все или там ближайших там может в горы или вообще предоподобнее в сторону Ванхорна а там что с ним случилось дальше мы понять не имеем я вот думаю может я вот думаю может наготовлю мясо на всякий случай там давай для всех пока есть время если есть время если есть возможность да 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 я как раз по пути там подстрелила парочку о олени 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 хорошо пил джин все равно ничего не помогает так не это другое вот держи ой спасибо так надо сегодня к шерифам съездить а что там сейф вскрыть и взять все что там лежит а ну давай что нам только к сестру а сестра то где а у где этого сестра то а сестра то где а я ее не видела а где сестра то алиэн марселин что такое я за нее не отвечаю это же ты ее брат сестру потеряли но сейчас может объявится может спит еще она сама не могла поехать это куда вскрывать шерифский офис а херу знает если только совсем мне крыша поехала ну может наверное а ты жаришь у нас здесь в камине да мясо марселина да там подвешиваю на эту на палочку вон жарю отлично а эту Карлу не видела нет Карлу тоже не видела а кого я видела примерился а вот и Карла слышу свое имя а Боэнос Диас плохо ночи с Диас это день утра ну ночи с как мы мы оказались то здесь я проснулся я же здесь так ну во первых выпей это что опять три ночи мне хочется но но это одна из кларков жена которая женщина она б или как психованная дура ну как хочешь называй она сказала чтоб ты это как проснулся выпил а если ты яд ну надеюсь что это будет не яд я да надеюсь то что я уже выпил это все так ладно стой вот еще твой револьвер возьми они нам вернули их все оружие что ли да они сказали забирайте и валите и еще кое-что что на тебе полезно для кровушки о спасибо а вот я достал простите за мой испанский хорошо так и где все римус вроде снаружи где-то был да мы ищем и джинни джинни нужно будет скрыть сейф шерильский шерильский шерильском офисе а слушайте а это точно ключ от сейфа они не могли вам ну как бы наврать но только проверим подходит не подходит поэтому нужно джинни чтоб она прошмугнула там либо кто-то из вас я вообще хрен его знает что там за ключ у меня лицо довольно подозрительное я думаю для начала нам надо всем собраться и обсудить вообще вчерашние да хорошо я вкратце этой марселина рассказал уже немного ты там отрубился на одном важном моменте на каком на тех заданиях что они нам дали каких заданиях нисколько как я поняла или что-то платит но они не сказали сумму это чтобы наладить доверие но я расскажу так это получается они нас под себя подобрали никто нас не подобрал мы будем на них работать получать деньги и сами делать свои дела но судя по всему у них глаза и уши везде ну и насрать по сути у них была к нам одна претензия почему мы назвали роваться своим ну это да ну и все а где этот твой друг ван который ван остался дома и поедет на работу я так понимаю ваннсберг а уже вот скоро ну что сидишь да так где сестра то херу знает может выехал куда что дома нигде не видно нет а ключи где отключаться через к офису у кого у нее да вроде да я думаю что ты знаешь не особо это приятно что ли на улице получит стены давит так а что ты уже рассказал марселен то что вчера было ну вкратце да вкратце я знаю ну что по чайку конечно давай присаживайся да давай блин я же не умею читать делай вид что читаешь мне кажется половина населения так делает так а что нам нам этим дурачкам сделать надо будет так и задание мы должны найти помощника мэра у него есть какая-то тетрадь то ли черный с красным переплетом хер ее знает и что в ней в ней какие-то важные записи которые им нужны да где его искать ну вероятнее всего сэн-дэни ну а где именно они сказали ну непонятно надо наверное поспрашивать сэн-дэни может кто-то знает они сказали что когда было судя по всему как я понимаю что когда было все это мероприятие ходу кто-то из их людей там тоже это искал потому что кого-то там заметили ничего себе по моему какого-то хейза хайза которого казнили они говорили все сожгли его да они ему вы вытащили из тюрьмы и сожгли какая жуть то есть это не казнь была правосудие это они сами вытащили его и чтобы самим жить то есть наверно поступают с теми кто не справляется с их работой но как я поняла они говорили что-то про то что он им наврал еще то есть да 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 что он обманул их это было тоже как одна из причин ну так шо шеф шо думаешь с этими делать кретинами ванхорновсками ну выполним пару заданий получим деньги за них а там посмотрим а сейчас с каролин разговаривала она говорит мы с ней это подумали было бы круто если мы их это втелись к ним в дворе а потом если шо вернуться там к херам у них понял потихонечку там по одиночку это выцеплять да отличный план сложно будет конечно можно даже и не получится но знаешь что я вчера узнал слушай а вот этот рыжий этот не 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 этот придурок а другой наш который как дуголь 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 вот знаешь что оказывается ты слышал что-нибудь про мистер лондон знаешь что это я знаю что лондоном зовут лошадью одного из кларков а ну неважно короче 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 этот лондон какой-то крутой перец здесь в этом ванхорне и вообще тут всем заправляет как мне сказал ты рыжий короче рыжий убил брата ландона понимаешь то есть то есть какого-то хера из совета ты понимаешь это это не шутка этот который на наши свою дуголь вот это да дурак дуголь да говорит что да он участвовал в убийстве брата этого ландона на вопрос в другом а его ищет искали наемников может о нем просто не знают о нем скорее всего не знают но он был на один он говорит мне был товарищ какой-то который помог ему убить лондон в принципе это не он убил так что может его даже и не знает а он в свою очередь говорит он долгое время сидел в горах вам баурино скрывался там от ну от мистер ландона боялся его а судя по всему я так понял про него никто не знает его никто не искал но он обезопасил себя на всякий ну знаешь все в порядке ну то что мы знаем это не должно пойти дальше я даже думаю не надо рассказывать об этом дженни и лари ну а зачем они убили этого брата мистер лондона он говорит что это они как-то приехали в анхорн что-то им там надо было и они случайно наткнулись на эту шишку мистер лондон и что-то у них там все пошло не по плану в итоге они его связали вывезли короче ему говорят ну что нам с тобой делать он что-то там кривляться начали и типа один из них там не сдержался и топор как кинул ему в голову и все а понятно что-то такое знаешь я смутно помню у него лучше конечно спросить это он тебе дословно точно скажет понятно ладно короче я к чему к тому что этот черт как оказалось какой-то уже непростой мужичок ну теперь понятно почему он не хочет иметь дело с законниками и хочет иметь дело сами потому что видимо у него так сказать варианты да ну да может он думает что эти законники там под властью ванхорн скорее так и есть мы видим в этом ролике так и есть да вот это простой самый пример по поводу кстати законников они сказали что эти двое будут дальше проводить выборы да они скажут что они хотят поставить свою пешку туда она будет это я знаю они сказали что нам скажут позже за кого голосовать надеюсь не за этих придурков двух да за кого-то из них ну как же так они совсем бесполезны куски дерма это уже не наша забота мы же хотели чтобы был какой-то дурачок там а сейчас получается если они будут знать что мы из ванхорна соответственно у нас проблем не будет а получается что это не мы тоже верно но это уже не мы кукловоди получается а они а мы так ну они то ванхорне а мы на месте поэтому можем спокойно как то что то делать вот и кстати второе задание они сказали чтобы мы доставили того третьего живым